4 июля в библиотеке иностранной литературы прошла открытая встреча с председателем Патриаршего Совета по культуре, наместником Московского Сретенского монастыря Владыкой Тихоном. Главной темой встречи стала проблема фальсификации истории, которая в последнее время все чаще наблюдается в литературных произведениях, кинофильмах и СМИ. Автор бестселлера «Несвятые святые» дал подсказки собравшимся, как ориентироваться в исторических фильмах и книгах, которые обрушились сегодня на российских зрителей и читателей. Всякий раз, когда об истории говорят не так, как было на самом деле, это, конечно же, большой грех. Просто по-настоящему большой грех. Насколько важно нам самим разбираться в том, что нам предлагают в качестве истории нашей, в том числе, в качестве отечества, самим разбираться и не покупаться ни на какие авторитеты. Мне бы и хотелось сегодня поговорить. После встречи епископ Егоревский пообщался с прессой, ответив на острые вопросы корреспондентов. Информационному агентству «Библиоглобус» удалось взять интервью у владыки Тихона. Владыка Тихон, насколько сильно страдает церковь от вымышленных исторических фактов? Церковь – это же люди. И люди, которые поддаются влиянию вымысла, обмана, ну, конечно, они страдают. Конечно, они страдают тем, что они начинают принимать участие в этом обмане. Они верят обману. И это, конечно, страдания. И мы за них переживаем, потому что переубедить их бывает зачастую сложно. Но переубедить можно только правдой, ненасильственно, предоставив им возможность самим разобраться и подвигнув их на желание самим разобраться в тех или иных проблемах, предоставив какие-то другие источники. А как простой обыватель может отличить ложь от истины? Ну, что касается исторической правды, да, вот что касается исторической правды, только исследовать. Только исследовать. Верить мне или верить какому-то моему оппоненту – это, конечно, абсолютно неверно. Надо. Или же, если кто-то там знает меня, там, мои студенты там хорошо знают, вот они могут мне доверять или прихожане, да. А вот так человек, который меня первый раз видит и никакого доверия ко мне не имеет, конечно, с какой стати? Пусть займется, пусть поисследует сам. Есть ли у вас желание написать свой исторический большой труд? Нет. У меня есть желание написать книгу, которую я очень хочу написать, но она у меня вот в голове вся. Я ее уже проработал вплоть до диалогов. Называется «Мракобес, Коба и его крестник». Но для этого нужно три месяца полного уединения и свободы, чтобы записать все. А дальше можно уже долго ее редактировать, но трех месяцев нет. Поэтому я сам ее читаю периодически, она мне так нравится. Отец Тихон Шевкунов – один из самых известных священнослужителей Русской Православной Церкви. Он руководит издательством Сретенского монастыря и является главным редактором интернет-портала «Православие.ру». Член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Является консультантом и автором сценариев первых фильмов о духовной истории России. Ксения Ангел, Василий Евсеевичев и Дмитрий Васильев специально для информационного агентства «Библиоглобус».